Итак, одышка, респираторная проблема. Пациента с одышкой отправляют либо к кардиологу, либо к пульмонологу. Ну, это некие обязательные моменты. И, собственно говоря, переходим непосредственно к теме доклада. Причина хронической одышки. Если мы посмотрим по списку, на первом месте стоит по причинам среди заболеваний легких, хроническая обструктивная болезнь легких, астма, бромхоэктазы и другие реже встречающиеся патологии. Поэтому давайте посмотрим относительно хронической обструктивной болезни легких. ХОП. Это заболевание, мы все время говорим, что оно коморбидное. Так вот, обратите внимание, что вероятнее всего хроническая обструктивная болезнь легких это не коморбидная, а мультиморбидная патология. Потому что если посмотреть банальную цифру, сколько пациентов с хронической обструктивной болезнью легких имеет хотя бы один дополнительный диагноз, то вы увидите, что более 90% пациентов имеют как минимум два и более дополнительных диагнозов. И поэтому нам приходится разбираться не только с хронической обструктивной болезнью легких, а с этим конгломератом. И по большому счету каждый пациент с ХОПЛ индивидуальный, потому что вот этот набор коморбидностей в каждом пациенте индивидуальный. Мы с вами прекрасно понимаем, что оцениваем хроническую обструктивную болезнь легких, мы по выраженности ограничения воздушного потока, сперметрия, по риску обострения, по вкладу коморбидных состояний. Но на первом месте оценка симптомов. И оценке симптомов сейчас уделяется все больше и больше внимания. А вот что с этим делать? Огромный вопрос. Потому что даже авторы современной версии ГОЛД, честно говоря, как мы можем включить коморбидное состояние в оценку ХОПЛ? Что означает учесть их? Как? Количество? Качество? У нас нет этих шкалок. И коморбидное состояние имеет большое клиническое значение, но мы точно не знаем, какие тесты должны быть обязательными и какие терапевтические решения должны за этим следить. Это говорят авторы ГОЛД. А какие коморбидные заболевания на первом месте при хронической абстрактивной болезни лекции? На первом месте, конечно же, сердечно-сосудистая патология. Это гипертония, это сердечная недостаточность, заболевание коронавирус. Это львиная боли всех коморбидных заболеваний при хронической абстрактивной болезни лекции. А теперь слайд, который будет, несомненно, вам полезен в вашей реальной практической деятельности. Предельная элегантная работа. Задайте сами себе вопрос. Для того, чтобы выяснить, есть у пациента коморбидная патология или нет, вы задаете ему первый вопрос, вы смотрите его историю болезни, смотрите, какие там диагнозы выставили. Ну, естественно. Так вот, обратите внимание, эти пациенты с сердечно-недостаточно, о чем прекрасно рассказывалось в первом докладе. И посмотрели пациенты, которые имели диагноз хронической оттруктивной болезни лёгких, и пациенты, которые не имели диагноз хронической оттруктивной болезни лёгких. Так вот, оказалось, что среди тех пациентов, которые не имели диагноз хобби, на самом деле у третьей была хобби. 35% имели хроническую обструктивную болезнь лёгких, которая не была зафиксированных историй болезни. И обратная ситуация. Те пациенты, у которых выставлен диагноз хронической обструктивной болезни лёгких, они на самом деле, среди них, у третьей пациентов не было этого заболевания. И парадокс в том, что анамнез хоббл со слов пациента, или выставленный ранее, имеет положительную предиктивную значимость всего 0,65, и отрицательную предиктивную значимость 0,65. У двух третей пациентов при наличии этого заболевания нет этого диагноза в их амбулаторных и госпитальных картах. Поэтому ориентироваться просто на диагноз, на наличие диагноза нельзя переписывать диагноз, потому что он может быть как ложно-отрицательным, так и ложно-положительным. Из пациентов с фиксированной бронхообструкцией только чуть больше 20% имели диагноз хронической обструктивной болезни лёгких, который был выставлен. Но вы скажете, и кстати, это 2017 год, это абсолютно современные данные. А какая ситуация в Российской Федерации? У нас есть эти данные? Да, есть. Данное исследование ГАД. У пятой части всех респондентов с респираторными симптомами зарегистрировано холм. И если просчитать на всё население Российской Федерации, то примерно 15% от всего населения Российской Федерации имеет эту патологию. Представьте себе, какая-то армия больных. И только у пятой части пациентов с холмом есть установленные диагнозы. Практически один в один цифры, которые вам показывают только что. И самое для нас с вами неприятное, что даже у тех пациентов, у которых диагностированы хобок, более 9 из 10 пациентов не получают лечения предусмотренного современной рекомендации. Уж если и выставили диагноз, а лечение всё равно неверно. И мы с вами прекрасно, как уже было отмечено ранее, прекрасно понимаем, что если есть комок, то угод заболевания, то его необходимо аккуратно распутывать. Ещё у Харлянов описывают приёмы давления на фоне нарастания бронхоабструкции. И снижение давления без применения гипотензивных препаратов после купирования бронхоспазма. То есть, по сути дела, вы должны выявить лидирующую патологию и воздействовать на неё. А есть ли обратные данные? Давайте посмотрим. Вот эта вот прекрасная работа, которая опубликована в 2013 году. Пациентам с сердечной недостаточностью была выполнена сперметрия. Мы с вами на сперметрию опираемся абсолютно безопилиционно. Так вот, выполнили сперметрию при поступлении и при выписке пациентов. Пациентов лечили исключительно с точки зрения кардиологической патологии. Они находились в кардиологическом отделении. Так вот, оказалось, что во всех исследованиях, которые здесь приведены, сперметрия при выписке была достоверно выше, чем тогда, когда пациенты попали в пациент. То есть, и обратная ситуация, адекватное лечение кардиологической патологии меняет сперметрические параметры. Это все эти изменения без применения бомхолитической терапии. То есть, видите, насколько важно оценивать вклад каждой патологии в картину заболевания. Важность симптоматики подчеркивает само определение хронической обструктивной болезни лёгких. Оно сейчас очень сильно изменилось. Мы не будем его за недостатком времени подробно разбирать. Я лишь обращаю ваше внимание, что с 2018 года на первом месте, раньше этого не было, стоит наличие респираторных симптомов. То есть, сейчас считается, что для постановки диагноза ХОБЛ обязательно наличие респираторных симптомов. И давайте посмотрим, а вот в практике, каким образом мы с вами оцениваем эту симптоматику. По большому счету у нас два опроса. Я скромно выражаю надежду, что хотя бы кто-то в зале ими пользуется для оценки симптоматики пациентов с хронической обструктивной болезни лёгких. Но я вам скажу, что с точки зрения наших российских федеральных рекомендаций, мы должны все ими пользоваться с 2014 года. Обязаны, потому что это указывается в диагнозе хронической обструктивной болезни лёгких при его формулировке. Итак, у нас два опросника. Опросник КЭТ и шкала МРС. Шкала МРС прекрасно знают кардиологи. Это, по сути дела, шкала одышки. Что мы сделали в кардиоцентре? Мы дали эти опросники. И опросник КЭТ – это 8 вопросов при ручной респираторе. И одышки туда тоже входят. И мы дали их пациентам с гипертонией, СИБС, нарушениями ритма сердца, ХСН, без наличия бронхоабструкции и пациентам с отчетанной патологией. И что оказалось? Что, например, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью цифры были очень высокие. Они были абсолютно сравнимы с пациентами с бронхоабструктивной патологией. Что-то у нас в указке не работает. С бронхоабструктивной патологией. И поэтому, если вы неправильно оцените вклад каждого заболевания бронхоабструктивного и сердечно-сосудистого в общую картину, вы будете повышать, скажем, респираторные инфекоменты, что будет приводить к увеличению побочных эффектов для данного пациента, и лечить не ту патологию. Потому что вот суролинкет больше 10, это считается, что это уже симптоматический пациент. Вы должны увеличивать терапию. Поэтому мы должны с вами очень аккуратно относиться к трактовке этих получаемых результатов. Что все-таки применять? Несколько слов. МРС или КЭК? МРС – это один вопрос. А дышка? Казалось бы, очень легко. КЭК – 8 вопросов. И когда спрашиваешь у врачей, а почему вот в своей реальной клинической практике не применяют те опросники, что они говорят? Да когда мне этим заниматься? У меня 12 минут на прием. Я вам могу сказать, чтобы вы сравнили наше существование, так сказать, существование испанских врачей-терапевтов. Знаете, у них сколько на повторный прием? 7 минут. 7. Принимают они по 40 человек в день. У них нет вот какой-то нашей системы с кнопками, да, закончил пациент, кнопку нажми, вот как в Москве, там, да, в поликлиниках. Кто успел – хороший врач, кто не успел – плохой. Нет, у них 40 горячих испанцев в коридоре. Это надежнее любой кнопки. По 7 минут на каждое. Как они это делают? Да дело в том, что им помогают, в том числе опросники. Почему? Давайте вернемся к симптоматике хронически-абструктивной болезни легких. Отвижка – это очень важный симптом, но только один из. Вы не оцените ни кашель, ни мокроту, а это составляет до третьих всех симптомов. И поэтому, если мы говорим о КЭТ, это вот такой лист, пациент самостоятельный, без вашего участия, заполняет его, скажем, в коридоре. И вы получаете всю, по сути дела, клиническую картину пациента, которая изложена на бумаге. В итоге вы экономите время. Вы не будете больше его тратить, вы экономите время. Единственный вариант – пациент должен получить его в коридоре, так сказать, придя с диагнозом брок-абструктивной патологии. Вот и все. Коллеги, я вас призываю, я тебе пользуюсь. Но если мы оцениваем это не по опроснику, не клиническую характеристику, а лабораторные параметры. Уже сейчас упоминалось относительно натриолитических пептидов. Натриолитические пептиды или НТФРОБНП – прекрасные параметры, это действительно так. Но нельзя однозначно говорить, что повышение натриолитических пептидов – это не является характеристикой, скажем, сердечной недостаточности. Абсолютно согласен с тем, что было сказано раньше, что нужно относиться к этому критически. Почему? Потому что, например, уровень, так сказать, 500 БНП плазмы крови может быть у пациентов, например, скорпульмоналиц, хронической обструктивной болезни легких, и не быть свидетельством наличия хронической сердечной недостаточности. То есть в достаточно большой зоне эти параметры пересекаются. Даже имея такой прекрасный параметр, мы должны его оценивать достаточно трезво. Говоря о самой одышке, посмотрите, нечем дышать. Важность легких гиперинфляции при хобус. Статья была опубликована в 2013 году. Посмотрели язык одышки. Одышка – одышки рознь. Мы должны попытаться охарактеризовать, попросить пациента охарактеризовать эту одышку. И посмотрите, вот это здоровые добровольцы, которые выполняли физическую нагрузку, у них появлялась одышка. А вот эти пациенты с хобусом. Посмотрите, как различается профиль их жалоб. И здоровые добровольцы никогда не жаловались на такой параметр, как поверхностное дыхание. Как только мы говорим о хобусе, практически сразу возникает поверхностное и частое дыхание. Давайте посмотрим чуть поближе. Почему? Если вот, ну я надеюсь, все в зале сидят здоровые люди, никто не курит, ни у кого нет хобус. Заставить всех пробежаться. На слова никто не курит, я даже улыбнусь. Заставить пробежаться. Что будет? У вас увеличится глубина дыхания и частота дыхания. Что происходит у пациента с хронической обструктивной болезнью легких? Остаточный объем очень большой. У него гиперинфляция, емкость вдоха очень маленькая. И пытаясь вдохнуть глубже, он не может физически это сделать. У него единственный шанс. Что сделать? Увеличить частоту дыхания. Дышать быстрее, быстрее, быстрее. И я хочу вам, чтобы вы увидели одышку. Мы обычно с вами все вот теоретически вот эти вот вещи рассказываем. А давайте мы посмотрим, как выглядит одышка. Вот это абсолютно превосходное совершенно видео записанное. Итак, это здоровые добровольцы в покое. Вот вы видите диафрагму. А вот это добровольцы при физической нагрузке. Посмотрите, как диафрагма стала уходить вниз. Увеличилась частота и глубина дыхания. А теперь давайте посмотрим на пациента с хронической обструктивной болезнью легких. Как у него это происходит. Что такое тяжелая гиперинфляция. И что, как выглядит одышка изнутри, можно сказать. Вот в покое. Видите, как уплощена диафрагма. Видите, как увеличен остаточный объем. И по большому счету ему уже некуда вдыхать-то. Вот у него верхушки подушами уже стоят легких. И вот при физической нагрузке что происходит. Не может он глубже вдохнуть. Единственный шанс увеличить частоту дыхания. Вот оно, поверхностное частое дыхание. Посмотрите, сердце у него как заяц уже, так сказать, бежит. Вот как выглядит одышка. Есть ли у нас препараты, которые могут позволить с этим справиться? Да, это современный промахадидокат. Итак, у нас с вами появилось на рынке достаточно много. Нам есть из чего выбирать. Вот данные, которые приведены на театропе миоладотероле. На 600 мл. Я напоминаю, что емкость вашего спокойного дыхания, порядка 500, так далее. То есть мы дарим пациенту лишний вдох. 600 мл уменьшается остаточный объем. Примерно сходные результаты демонстрирует комбинация индокатерола и гликоперония. То есть у нас сейчас на рынке двойные бронхопедиляционные препараты, из которых у нас есть что выбрать. Поэтому мы можем действовать на одышку. И именно бронхолитическая терапия лежит в основе современных подходов к лечению хронической обструктивной болезни легких. И, собственно говоря, вот это наша статья Светлана Ивановна Черенко, которая опубликована в ведущем мировом журнале по лечению хронической обструктивной болезни легких. International Journal of COPD. И, собственно говоря, на первом месте там стоят бронхолитические препараты. Моно- или двойная бронхолитическая терапия. И я хотел бы здесь обратить ваше внимание, что мы предлагаем ступенчатую терапию повышать при необходимости, если пациент сохранен, начинает с монотерапией бронхолитическими. Если у пациента более скомпрометированным, сразу с двойной бронхолитической терапией. Почему? Да потому что, если мы говорим о коморбидных пациентах, это было очень хорошо показано, что у пациентов с сердечной недостаточностью и хобл в качестве стартовой терапии, именно учитывая безопасность, предпочтительны антихолинергические препараты. Это ведущая руководство по сердечной недостаточности в США в выпуске 16-го года. Но, коллеги, предположим, мы правильно оценили сердечную недостаточность, назначили препараты, хорошие препараты назначили. Но посмотрите вот на эти циферки. Я думаю, что они для вас будут не безинтересны, несмотря на то, что их много. Это пациенты, приверженные к приему пероральных препаратов при артериальной гипертензии у ветеранов скоморбидной бронхообструкции. Назначаются препараты, и вот обратите внимание, бет-блокатор, антогонист, кальций, тиозиды, ингибитор АФР. Обратите внимание, пациентов разделили в зависимости от тяжести бронхообструкции, от степени бронхообструкции. Если сохранная функция легких, ну более-менее принимают, да. Посмотрите, 30-50 ОФВ-1, и все, у них комплайн снижается, пациенты перестают принимать препараты. И получается так, что наиболее тяжелые пациенты с ОФВ-1 объемом форсированного выдоха меньше 30%, а у них очень резко снижена комплайн. И мы им с вами назначаем больше препаратов, а они их принимают меньше. И поэтому это тоже очень важный фактор, который необходимо нам с вами учитывать при оценке состояния пациентов с холдом. Но головная боль пульмонолога и кардиолога, это, конечно, назначение бронхообструкции и назначение антигипертензийных препаратов. Я хочу сказать несколько слов с точки зрения как раз пульмонологов. И бета-блокада, это головная головная боль при хобл и при астме. Мы с вами знаем, что они могут провоцировать бронхоспазм, но высокоселективные препараты, например, небивалол или бисопролол под контролем показателей функции внешнего дыхания, мы можем с вами применять. При астме гораздо проблемнее, при хобл гораздо легче. Необходима дифференциальная диагностика хобл и астме. Так, у всех пациентов, например, у астматиков разовьется бронхоспазм, если дать неселективный блок. Нет, не у всех. Например, вот на кардиолол. Только у половины пациентов с астмой развивался бронхоспазм. 50% худо-бедно его переносили. Но в любом случае астма остается противопоказанием для назначения бета-блокада. Но при стабильной контролируемой астме бета-блоке могут применяться с осторожностью короткими курсами, пометуя о том, что они могут увеличивать симптоматику, гиперреактивность. И, коллеги, вот обратите внимание на четвертый пункт. Неясность влияния во время обострения. Мы с вами не знаем. Вот вы даете пациенту бета-блок, он его хорошо переносит. Вот вы не можете быть уверены, что он у него также хорошо будет переносить во время обострения. Вот это такое коварство, которое необходимо держать в голове. Но джина с 2011 года, и современные версии в том числе, они нам говорят, что бета-блокаторы продемонстрировали эффективность у пациентов с астмой и наличием, например, УКС. То есть нельзя пациента лишать эффективной терапии. Если же мы говорим о ХОБЛ, то эффективность бета-блокаторов в плане снижения смертности не уступает другим препаратам. Это у тех пациентов, у которых есть хроническая абстрактивная болезнь в людях. Вот выживаемость пациентов у бета-блокаторов в сравнении ингибитора АПФ и бета-блокатора. Как вы видите, выживаемость пациентов улучшается при назначении бета-блокаторов у пациентов с хронической абстрактивной болезнью в людях. Поэтому, если вы уверены, что это ХОБЛ, вы можете назначать бета-блокаторы. Если это астма, прежде подумайте, прежде чем это делать. Мета-анализ всех контролируемых исследований на настоящий момент показал, что кардиоселективные бета-блоки в первую голову нибибиололы без пролом, назначаемые при легких и умеренных формах абстрактивных заболеваний, не приводят к развитию значимых побочных эффектов. Поэтому приемы этих препаратов не надо прекращать. Но самый главный вопрос. Прекращать-то и надо. А кто же их назначит? Кто осмелится, их назначит. И вот здесь я хотел бы показать вам такой некий заключительный блок. Пытались назначать препараты, а аккумулировали все данные по назначению бета-блокаторов пациентов с брохо-реактивной патологией. Да, и показано, что при назначении бета-блокаторов падает ОФВ-1 в среднем на 9%. Все, казалось бы, это плохо. Но в некоторых исследованиях понаблюдали дольше. И оказалось, что это снижение уменьшается. Что через некоторое время вот эта дельта становится все меньше и меньше и меньше. Каково же было удивление авторов? Этих очень мало работ. Пациентов там мало. Что когда на фоне назначения бета-блокаторов давали бета-органист ингалятор, эффективность ингалятора увеличилась. Посмотрите. Почему? Сейчас мы с вами понимаем. Это принцип, например, назначения бета-блокаторов при сердечной недостаточности. Когда вы назначаете бета-органисты, вы стимулируете рецепторы. Что делает организм? Снижает афинность и количество этих рецепторов. Он борется с нами. Он борется с той химик, которую мы ему назначали. Если же вы назначаете бета-блокаторы, то количество и афинность рецепторов возрастает. И поэтому эффективность назначения бета-органистов на фоне бета-блокаторов на самом деле увеличивается. И сейчас совершенно парадоксальные работы идут на эффективность применения бета-блокаторов у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких для лечения хронической обструктивной болезнью лёгких. Разве мы могли бы об этом подумать буквально 5 лет назад? Итак, хобл, заключительный момент. Мы с вами имеем запись о том, что необходимо сердечно-сосудистую патологию лечить в соответствии с рекомендацией по терапии этих состояний. И при назначении бета-блоков желательно пользоваться селективными препаратами. Что касается селективных, из тех препаратов, которые у нас есть с вами, ну, конечно, доминирует в плане кардиоселективности. Это небивалол, обратите внимание, бесопролон и небивалол. Небивалол стоит далеко впереди. Побочные эффекты, когда вот того же, если рассмотреть его для примера, да, побочные эффекты небивалола, назначаемого при гипертонии, обратите внимание, насколько мало выражен брохоспазм. Это из 6,5 тысяч пациентов. То есть в плане развития брохоспазма это крайне эффективный, это крайне безопасный препарат. И для нас с вами важно, мы с вами говорили о гиперинфляции, я показываю вам одышку. И посмотрите, насколько уменьшается переносимость физической нагрузки при назначении агронолола пациента. Обратите внимание, что действие небивалола сродни клацелу. То есть он не уменьшает переносимость физической нагрузки пациентов с бронхообструктивной патологией. Это очень важный компонент, который мы должны учитывать при терапии. Плюс сейчас очень много обсуждаются вопросы дополнительных свойств. Противоспазительные, антиоксидантные и так далее. И мы с вами понимаем, что вполне возможно клиническая значимость есть в этих направлениях. И мы с вами понимаем, что у небивалола есть достаточно значимое влияние на перекисное окисление, которое и может иметь клинический эффект. Но это предстоит определить в дальнейших исследованиях, которые сейчас идут. Ну и в заключение, с практической точки зрения, назначаем бета-блоки пациентам с бронхообструктивной патологией. Что бы я посоветовал вам сделать, чтобы для себя определиться, может все или нет, а вдруг диагноз неправильный и так далее. Опять же, эта работа была проведена в кардиоцентре. Мы назначали 4-часовую пробу к бета-блокатору. Мы давали пациенту бета-блокатор и измеряли ему спирометрию в течение 4 часов. Я хотел бы вам показать последний вот этот слайд. Казалось бы, когда стоит определять? Через полчаса или через 4 часа? Ну, обычно говорят, давайте туда, там 4 часа, там посмотрим. Так вот, коллеги, обратите внимание, что у некоторых пациентов максимум падения ОФВ-1 был на 150 минут, а у некоторых через 240 минут. То есть, этот вывод состоит в том, что, к сожалению для нас с вами, мерить спирометрию нужно каждый час в течение этих 4 часов. И при проведении 4-часовой пробы с беспрололом у 6% пациентов отмечалось достоверное уменьшение ОФВ-1 на 23-24% от должного. Это очень большое падение. Я скажу вам, что у них не было диагноза астмы. У них, вернее, на самом деле он не был выставлен. У этих пациентов была астма, но он не был выставлен. И поэтому есть алгоритм безопасного применения бета-блокаторов, и в наших статьях вы можете его обнаружить. Ну и последний слайд. Итак, кардиолог-пульмонолог, по процеп-терапевту, да, мы должны с вами работать вместе, пытаясь раскрутить этот клубок проблем, не разрубив гордий узел, а разматывая его по одной ниточке. И помните относительно важности сбора анамнеза, физикального обследования, оценки жалоб языка, одышки, проведение адекватных функциональных лабораторных исследований и назначение адекватной терапии с учетом вклада комармидных состояний. Коллеги, спасибо вам за внимание.